Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 401 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий, заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Юные звезды футбола на легендарном стадионе Металлург. Призы Самарской Метрополии разыграли шесть клубов. Дзюдо и вера, дисциплина и спорт. В МТЛ-арене борцы со всей России сошлись на татами за третий кубок Метрополита. Дзюдоисты со всей страны разыграли третий кубок Самарского Метрополита. Соревнования проходили два дня. На татами вышло 200 спортсменов. Самарские борцы выиграли 13 медалей. Что еще интересного происходило на турнире, расскажет мастер спорта. Вместо фонограммы живое исполнение гимна России. Объединенный мужской хор Самарской епархии открывал третий кубок Самарского Метрополита подзюдо. Это было впервые на этом турнире. Это должно быть везде и всегда. У нас идут соревнования, пускай даже они локальные, местные, региональные. Пускай люди гимн свой знают. Это же гордость за свое отечество. Ты слышишь этот гимн, ты встаешь и понимаешь, что есть что-то святое, оно тебя дисциплинирует. А если мы говорим про всероссийские соревнования, которыми сегодня является кубок Самарского Метрополита, тем паче. Люди должны слышать и вообще хорошо, если они повторяют и участвуют. Слова, которые человеку настраивают на победу, на желание достичь каких-то высот. Классно же, когда у нас люди выступают на международных соревнованиях, а мы по телевизору все это смотрим, мы там переживаем. И потом, значит, победы. Наши выходят на какие-то места, там первое, второе, третье. И если они первое место получили, то звучит гимнаж страны. Слушайте, ну это восторг, как говорил Суворов. Всероссийский турнир в Самаре в этом году стал отборочным. Победители поедут на первенство страны. В этом году на татами вышли и девушки. Всего же на соревнования съехались более 200 участников из 24 регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная Самарской области выставила на татами 41 борца. Борьба идет интересная, острая, поэтому, в принципе, есть те люди, которые как бы могут, но из других регионов ребят тоже приезжают с целью добиться попадания на первенство России, поэтому борьба здесь серьезная и предсказать очень сложно. Кубок Самарского митрополита появился не на пустом месте. Когда в 2015 году РПЦ начала активно пропагандировать физкультуру и спорт, первыми пришли с предложением о сотрудничестве в местную епархию представителей городской федерации дзюдо. Тогда и вспомнили, что христианство и японская борьба тесно связаны. К священнослужителям надо быть сильным, потому что условно, скажем, приходить к людям, которые нуждаются в твоей духовной помощи, если ты слаб духом и слаб телом, ну это невозможно. Ну если хорошо, кто-то скажет, ну в первую очередь духовная составляющая. Да, духовная составляющая. Слушайте, ну а если приходить в 12 часов ночи, а если в час ночи, а если тебя зовут рано утром, ты все время должен быть не то, что уж бодрым, но должен быть сильным, заставлять себя здесь составляющую серьезную. И когда мы говорим про спорт сегодня, в нашем интересном времени, как знаете, есть вызовы времени, есть ответы времени, то в Русской профсоюзной церкви многие священнослужители, которые занимались, ну скажем, так сказать, для себя спортом, или занимались ними афишировать, сегодня говорят об этом, участвуют, показывают, и могу сказать, что это будет развиваться и дальше. Почему? Потому что оно не мешает. И самарская епархия именно в дзюдо увидела тот вид спорта, который надо поддержать, и не просто поддержать, его можно, знаете, локально, по большому счету, в любом селе фактически, так сказать, предложить. Первый кубок митрополита посвятили Николаю Японскому. Архиепископ больше века назад увидел, что это единоборство позволяет гармонично развиваться, как физически, так и духовно. Не случайно девиз турнира «Побеждая с любовью». Дзюдо – это вид исторический, в котором у нас есть достаточно серьезное количество спортсменов очень высокого уровня. Мы четко понимаем, что мы можем выступать наравне с представителями иных регионов, поэтому берем к себе такие соревнования и считаем их важными для дальнейшего сохранения дзюдо как базового вида. Поэтому да, важно, да, поддерживаем, будем поддерживать в дальнейшем. В этом году самарцы выиграли 13 медалей. Из них 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Это, конечно, успех, заметило городское и областное спортивное руководство, но хочется большего. Как всегда, радует, что в финалах присутствуют самарские ребята. Это то, что для нас всегда важно, что они будут представлять наш регион, российские соревнования на первенстве России среди спортсменов до 21 года. Необходимо иногда предпринимать какие-то усилия для изменения ситуации, чтобы тренера делали, наверное, больше усилий для роста спортсменов и для того, чтобы спортсмены сделали более высокие места на международном уровне. Кроме соревнований, Самарская епархия совместно с городской федерацией активно продвигает дзюдо среди подростков и молодежи. Открываются секции в культурно-просветительских центрах. Городской департамент спорта активно поддерживает эти инициативы. Мы с федерацией стараемся найти общий язык, они стараются погрузить меня в свою тему, в проблемы этого спорта. В любом случае, я буду стараться все доступное мне, чтобы улучшить состояние спорта в нашем городе. В планах в семинарии на уроках физкультуры преподавать дзюдо. Как это сделал на Дальнем Востоке в свое время святитель Николай Японский. Для дзюдо нужно татами, кимоно и человек. В этом плане здесь, знаете, еще какой нюанс. Опять же, это какая-то определенная экономическая составляющая. То есть, берем там условно отрадный. В отрадном ребята хотят заниматься дзюдо. Давайте найдем возможность. И федерация уже изыскивает эту помощь, направляет тренера. А там уже дальше какое-то обустройство, взаимодействие с меценатами, находим татами, еще что-то, начинает работать. И уже на ближайших соревнованиях Кубок Метрополита 63-й регион сможет выставить две сборные команды. Одна из которых – самарских семинаристов. На легендарном стадионе «Металлург» прошел первый юношеский турнир по футболу на призы Самарской Метрополии. Это первые соревнования по командным видам спорта при поддержке РПЦ-МП в Самарском регионе. За призы сражались шесть городских и областных команд. Футбольный праздник покажет мастер спорта. Мальчишкам по 11 лет, но они уже мечтают играть в основном составе крыльев советов. Когда вырастут, пока опыта набираются на многочисленных футбольных турнирах, которые проходят в Самаре регулярно. Рассказывает тренер Центра подготовки футболистов «Крылышек» Наиль Шабаев. Очередной экзамен на профпригодность юных футболистов устроила Самарская Метрополия. Провела блиц-турнир среди спортивных школ. Нам помогает в каком плане? Чтобы игроки больше получали игровую практику. Ну и, с другой стороны, чтобы и ребята между собой дружили, познакомились. Не только Самарская команда, но и областные команды. Ну и, в-третьих, мы, как ЦПФ, смотрим, кто более-менее одаренный игрок, кого можно пригласить в нашу команду. Просмотры игроков на турнире первое дело раскрывают секреты специалисты. А когда на главном поле «Металлурга» собрались сразу шесть ведущих футбольных школ Самарской области, есть из кого выбрать. Первым номером идут, конечно, крылья советов. Однако уже премьерные матчи показали, что конкуренты Олимп и Виктория из Самары, Тольяттинская академия Коноплева, Новокуйбышевская и Сызрань показывают тоже хороший уровень игры и мотивацию к победе. Самарская область славится тем, что они проходят очень много футбольных соревнований. В нашем первенстве города принимают участие почти 200 команд. И очень отрадно то, что появляется еще один хороший турнир. Примечательно то, что он проходит на такой некогда главной спортивной арене Самары. Футбольный клуб «Виктория» на каждом турнире пытается оправдать свое название. Всегда стремится к победе, рассказывает тренер Андрей Дементьев. Уверен, без хорошей мотивации воли к победе невозможно постоянно побеждать. Поэтому кроме финтов и точных ударов по воротам, наставник учит ребят на каждой игре показывать все, на что они способны. Но самое главное – проявлять спортивный характер. Для них это развитие. Как всегда говорят, лучше хорошая игра, чем плохая тренировка. Поэтому ребята с удовольствием участвуют в таких турнирах. Получают большой опыт игровой. Двигаются, обучаются. Основная задача тренера в детском футболе – это обучить. И не навредить. Все остальное – это их саморазвитие, движение вперед. Тренер только помогает, подсказывает, обучает технике футбола. Как говорят великие тренера, научить футбол никто не может. Тренер может обучить каким-то техническим, тактическим, физическим качествам, которые можно развить, увидеть в ребенке. Это основная задача нашего детского тренера. Кубок Самарского митрополита постепенно обрастает новыми видами спорта. Три года назад правящий архиерея Сергий решил продвигать здоровый образ жизни в регионе. Начал с пропаганды молодежного дзюдо. Сейчас взялся за детский футбол. В РПЦ МП уверены, что только в здоровом теле может жить здоровый дух. Воля к победе может рождаться именно с того момента, когда человек имеет некую волю к добрым делам, заложенной непосредственно его религии. Посему я считаю, что человек верующий, он, если искренне верующий, Господь его укрепляет. Организаторы соревнований хотят, чтобы мальчишки научились играть в красивый футбол и результативный. Чтобы во время матча и футболисты радовали болельщиков забитыми мячами, а не сломанными ногами и разбитыми носами. Как это случилось на кубковом матче, крылья советов, торпеда Москва, когда Самарский клуб проиграл 0-2. Сколько там был травм, сколько народу побились просто и головами, и руками. Там и, скажем, крови было пролито, чуть ли не как уже на хоккее. Но вроде бы это футбол. Да, при этом, да, мы привыкли, что хоккей, он силовой вид спорта, там уже все на самом деле серьезно, динамично. А тут динамика вся была такая вот травмоопасная. Не бывает, конечно, спорта без травм, но это было же, было. Так вот, я хочу сказать, что люди, когда теряют на собой контроль, наверное, где-то в религии стоит черпануть вот эти силы, сказать, Господи, помоги мне хоть не срываться, не злиться, не делать ошибок, глупостей каких-то, сосредоточиться. Поэтому я считаю, что вера человеку помогает. Позитивное то, что дали возможность сыграть молодым ребятам, причем ребятам местным. Я напоминаю, что сейчас в Крыльях Советах шесть игроков, связанных с самарским футболом. Начиная там от Анюкова Александра, который с берегов Нивы вернулся поддержать родную команду. И как раз с теми молодыми футболистами, которые вчера были на поле. Это и вратарь Богдан Овсянников. Я считаю, что несмотря на не очень хороший результат, хорошо сыграл Данил Смирнов. Это парень с Сызрани, вот сегодня сызранские молодые ребята приехали. Он такой же был, там еще недавно играл. Все, сейчас он выходит в основном составе. У нас прекрасные есть ребята, и Киселев, и Галенков, да, и там более опытный Кабут. Но я о молодых говорю. Если мы им не будем давать возможность играть, да, где-то уже там... Может, кто-то на этой позиции из более опытных футболистов сыграл увереннее. Но если мы самарским ребятам сейчас не будем предоставлять возможность выходить на поле, они никогда не наиграют опыт. Они так и на лавке просидят, да, пока не постареют. Или будут играть в третисортных клубах за пределами самарской губернии. С моей стороны, со стороны совета директоров идет установка на максимальное задействование местных футболистов. Да, это тоже правда. И уже само количество этих футболистов само за себя говорит. Никогда в Крыльях в последнее время, да, вот в новейшей истории такого количества не было, и оно будет только увеличиваться. По мнению руководства футбольного клуба «Крылья совета» в команде мастеров в основном должны играть самарские спортсмены, а легионеры – помогать им побеждать и становиться чемпионами. Для этого и необходимо проводить больше соревнований для подростков и молодежи, чтобы прививать им вкус к победам. Очень важно, да, чтобы вот играть с разными соперниками, набираться опыта. Я, чем больше соревнований среди наших мальчишек, тем и лучше. А результаты у нас у юношеского футбола очень хорошие. Фактически во всех четырех возрастах наша команда, да, находится в лидерах, в лидерах в стране. Поэтому сейчас вот будет такая смена, да, будут самарские футболисты. Значит, и в нашей основной команде мы себя чувствовать будем увереннее. Самарская митрополия не останавливается на достигнутом. Кроме проведения детского турнира, она готова помочь и профессиональной женской футбольной команде из Тольятти. Ищет в себе меценатов, помощь, она на самом деле находится в плачевнейшем состоянии. То есть Лада встала. В Тольятти женская, да? Да. То есть они обрастились даже буквально недавно с письмами в управление Самарской епархии. Помогите чем-то нам, чтобы мы не потеряли этот клуб. Женская сборная имеет право быть, да, имеет право быть. Могут спортсмены из Самарской области. Почему нет? В Тольятти был клуб. Может быть, кто-то посмотрит и скажет, что надо помогать, поможет. Там вопрос пока стоит вообще, если реально, они накидали нам смету на год, что-то 5,5 миллионов всего. Я думаю, что у нас даже пару-тройку спортсменов вскрыли, они могут месячную зарплату подарить, и у них все получится. Турнир на призы Самарской митрополии прошел в два этапа. Сначала команды по три в группе определили квалификационные места, сыграв каждое с каждой. Затем третьи команды разыграли пятое место, вторые сразились за бронзовые медали, а лидеры определили первого чемпиона юношеского турнира на призы Самарской митрополии. В упорной борьбе победу одержали гости из Тольятти. Академия Коноплева переиграла крылья Советов со счетом 1-0. На сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но только уже через две недели. Я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова